Чудеса Вот и пролетело радостное и светлое время святок, которое венчается праздником Крещения. Казалось бы, Крещение уже тоже закончилось, однако в этом мире, друзья мои, все относительно и по-прежнему для нас звучат слова. Это вечные глаголы, как вечный Бог. Богодухновенным и мироспасительным есть свято Хрещение Господнего. Своим кореньем оно сягае до часов апостольских, когда святый пророк Иоанн хрестил Иисуса Христа у водах Иордана. Хрещение есть таймничая и дивовижная подія. Вона впливает как на жизнь общества, так и на жизнь окремой людины. Можливо, на первый погляд непомитный, но Дух Святый, который удовлетворяет все вокруг, видимо образом перетворяет даже в воздухе на чистый и радостный. Придавите, друзья, на обличчя людей, которые пришли на Божественную Литургию в День Хрещения. Просвятленные и серьезные. Просвятленные от благодати Божией и серьезные от чувства того, что поруч с нами стоит вечность, которая объединяет в одни цели, лет и столетия. После Божественной Литургии Великая Хрестная Хода поединяла миколаевцев в одну родину. Втім, так и должна быть, адже все мы люди Божьи. С песнопениями и под радостные звонки пройдемо и мы с тобою, наш добро дружи, в улицями города. Відчуем радость свята. Митрополит Миколаевский и Очаковский високоприосвященний Шипетерим біля речки Ингул Відслужив урочисти молебен. Владика читає особливі молитви на освячення води, повітря і усіх, хто живе на цій землі. Дорогие отцы, братья і сістрі, сердечно приветствую вас всіх з миросмістительним праздником Крещення Господня. Дні воду освящається естество, говорить сьогодні святая церква. І тому ми прийшли сюди, щоб освятити води. Все це імеє підтвердження в Евангелії, як в цей день Господь наш Ісус Христос прийшов на Йордан, не для того, щоб очиститися від гріхів, а для того, щоб освятити всяческое. І тому ми, приходя на Йордан, хочемо очиститися, просвятитися і бути Божими людьми. Пусть Господь дарит нам силу духа, крепость вери, благочести і чистоту. Мир Божий да пребивається всіми вами. С праздником, дарі, братья і сёстры! Слава Богу за все! Слава Богу за все! А сейчас, друзья мои, настало время открыть Святой Евангелие і услышать спасительные глаголи, повествующие не тільки о вечности, але о житні, в тому числе і о житні сьогоднішній. В цей воскресний день буде читатися Евангелие, небольшой отрывок из Евангелия о Захее, человеке небольшого росту, который жил в Ерихоне. Апостол-евангелист Лука говорит о том, как Господь наш Иисус Христос, проходя идейский город Ерихон, в этом городе находился этот человек по имени Захей. Слово Захей переводится как праведный или справедливый, но, как мы видим дальше из евангельского отрывка, это имя им было не свойственно, этому человеку. И вот Господь проходил с проповедью юдейский город Ерихон. На то время это был большой мегаполис, это был большой торговый город. Матаритовые сборщики податей собирали дань в римскую казну. Почему они не пользовались среди своих соплеменников авторитетом, потому что они оббирали своих же иудей, и эти деньги относили к оккупантам, к римским властям. И вот среди этих матерей был начальник, которого звали Захей. Человек был не бедный, как описывает евангелист Матфей, но свое богатство нажил неправедным путем, потому что сбор податей сопровождался и обманом, и насилием, часто жестокостью. И вот что-то изменилось в этом человеке. Он захотел увидеть Христа, разглядеть его в толпе. Человек был уже в возрасте, как я сказал, маленького роста, и он, чтобы увидеть Христа, влез на смоковницу, на дерево. Этим, конечно же, привлек внимание Господа нашего Иисуса Христа. Он видел этого человека, обратился к нему по имени, сказал, что у Захея слез дерево, мне надо быть в твоем доме. После беседы со Христом, с его учениками, он поднялся и сказал при всех, что половину своего умения он раздаст нищим, а всех, кого он обидел, воздаст четверо. В иудаизме есть такая традиция, что если ты что-то украл у человека, ты должен возвесить ему двое больше. А если ты что-то у человека отнял, и на этом еще нажился, заработал что-то, ты должен отдать четверо. И так, и Захей, согласно детской традиции, сказал, что всех, кого он обидел, он отдаст четверо. То есть он почти остается без средств к существованию. И Господь сказал, что сегодня пришло спасение дому Захея, потому что он сын Авраамов. Этот евангельский пример дает нам урок о том, что в нашей жизни также мы часто можем не обращать, не замечать внимания, что проходит мимо нас учитель, проходит мимо нас Христос, и мы подобно Захею должны возвеситься над толпой, чтобы у нас появилось то желание встречи со Христом. Следствую при дверях и стучу, говорит Христос в Евангелии. По слову преподобного Исаака Сирина, Господь подобен стороннику или нищему, который постоянно стоит и стучится в двери нашего сердца. Он не может сломать дверь и выбить окна и сам войти. Человек, подобный этому Захею, должен сам сделать первый шаг и отверить для Христа дом своей души. Тогда Господь благословит, как в случае с Захеем, всех его домашних. И у Захея вся жизнь изменилась, потому что он встретился со Христом. Для него Христос стал намного дорогоценнее тем богатством, которое он имел. Отец Геннадий, Евангелие, которое будет читаться в воскресенье о Захее, оно напоминает нам о том, что, как вы сказали, сделать первый шаг и открыть свое сердце к Христу навстречу. Но иногда и, наверное, зачастую, этот самый первый шаг сделать, во-первых, очень сложно, а во-вторых, люди не всегда понимают, что значит сделать первый шаг, что значит отречься от своего имущества. Иногда люди понимают буквально все. Так ли следует понимать Евангелие? Сделать шаг ко Христу, в данном случае, в этом Евангелии, это отречься от той суеты, той повседневности, что нас окружает, которая заслоняет нам видение Христа, что надо подняться, возвыситься над тем, что нас окружает повседневной жизнью, чтобы мы стремились к чему-то большему. Очень часто перед постом, в Евангелии читается, человек переживает за то, что он питается пищей телесной, чтобы напитать себя. Но прежде всего мы должны переживать на пищи духовной, потому что если мы хотим, чтобы мы правильно питались, мы за этим следим. А также и в области духовной жизни мы должны следить, чтобы наш разговор повседневно не превращался в болтовню, чтобы мы общались правильно с людьми, что мы даже часто, если хотим что-то почитать, ищем чтение полегче для себя. А вот на примере Захея, что-то с ним случилось, у него появилось это желание освободиться от того, что он имел, и начать совершенно другую жизнь, жизнь с Богом. И он понял, что он должен отречься от того, что он очень долгое время копил, как говорит Евангелие, он уже был совершенно немолодым человеком. Понятно, что когда он влазил на дерево, он слышал насмешки окружающих, но то желание встречи со Христом для него было больше. И он, несмотря на то, что окружающих это вызывало смех, он все-таки сделал это, влез на дерево, и тем самым привлек внимание Христа, который сам подошел, обратился к нему, и потом вошел в его дом, чем изменил его жизнь. Если у человека есть желание изменить свою жизнь к лучшему, но все его желания как-то не исполняются, потому что вот он утром просыпается и говорит, сегодня я проживу жизнь совершенно по-другому. А проходит этот день, и он понимает, что ничего не изменилось. И начинается уныние, и теряется надежда, что нет, я не смогу жить по-другому. Что Вы посоветуете? С чего начинать? Ну, во-первых, это все сразу у человека не происходит. Это редкий случай, когда человек полностью меняется. Это целожизненный труд. Многие люди тратят на это всю свою жизнь, десятки лет. Нельзя построить десятого этажа, не построив первого этажа. Это все приходит со временем. Когда человек работает над собой, над своими поступками, когда человек контролирует свою духовную жизнь, нравственную жизнь, то это все приходит со временем. Если что-то не получается, человек хочет измениться, но он, бывает, падает. Он все равно должен вставать. Ребенок никогда не научится ходить. Если он один раз упал, потом скажет, что я больше подниматься не буду, не надо такого поднимать, все равно он встает и дальше учится ходить. Таким и в нашей жизни. Всего человека есть стремление, желание. Но когда-то мы падаем, но мы должны все равно вставать и дальше идти ко Христу, к Богу.